всем привет дорогие друзья знаете где я сейчас нахожусь я нахожусь недалеко от площади султана ахмед в первом в турции музей здоровья этот музей не только интересен но и само здание которые в котором находят музей просто уникально она была построена в 1875 году салих эфенди и это здание теперь используется как музей с 1918 года в начале 20 века вы знаете что не было ни фотоаппаратов доктора не могли как-то быстро конспектировать все болезни и была открыта даже студия рисования где доктора рисовали болезни их описывали и описывали методы предотвращения болезней сохранилась всего 24 картины написанной доктором хикмет хамди в 1920 году вот так вот выглядят этой картины по которым дальше люди изучали болезни и методы их предотвращения музей не очень большой но он просто уникальный и конечно же само здание она уже отреставрирована но представляет невероятный интерес поэтому если вы будете недалеко от султана ахмеда вход в этот музей бесплатный вот также одна из картин написанная лепрали лепрали адам написанная хикмет хамди в общем здание само здание представляет невероятный интерес это был дом государственного чиновника и далее он уже стал музеем в общем приходите в этот музей если у вас будет время ну и конечно же насладитесь видом этого прекрасного здания а вот так вот выглядит сейчас это здание очень хорошо отреставрирована поэтому обязательно приходите обязательно приходите в этот в этот красивый музей в описании оставлю ссылку ну а сейчас мы идем дальше сейчас мы стоим с айханом в очередь цистерну базилику которая является прекрасно сохранившимся древним водохранилищем константинополя расположена глубине 12 метров и построена в пятьсот тридцать втором году в при императоре константине началось строительство а закончена в пятьсот тридцать втором году цистерна базилика напоминает дворец состоит из 336 девятиметровых колонн которые отличаются друг от друга и были привезены из античных храмов открылась она для публики в 1987 году поэтому друзья если вы будете в стамбуле обязательно приходите в цистерну базилику напротив она находится прямо напротив собора святой софии она была заброшена до 80-х годов но восемьдесят седьмом году она была отреставрирована и далее восемьдесят седьмом году открыта для публики поэтому сейчас мы первый раз с айханом тоже отправляемся в цистерну базилику потому что никогда здесь еще не были билет стоит 20 лир высота 12 метров где-то пишут 12 где-то пишут 14 и первый раз мы здесь вместе с айханом конечно же как я уже сказала бы тоже приходить потому что невероятно интересное сооружение и очень исторически исторически важное очередь была большая но прошли мы очередь очень быстро и здесь уже начинается точнее открывается вид непосредственно на саму цистерну находятся здесь триста тридцать шесть колонн как раз-за-за четыре, сомн ticks. чем-то непосредственно, восемь, необычастливая, необычастливая, необычастливая. смерть уже необычастливая, выносила муки Добавил субтитры. Сейчас мы подходим к дворцу Топ Капы, заходим в главный вход. Мы уже зашли на территорию дворца Топ Капы, и пока Эхан отдыхает, я немножко расскажу вам. В 1479 году по приказу султана Мехмета был построен дворец Топ Капы, который вплоть до XIX века был главной резиденцией турецких падишахов. Сегодня он является одним из самых богатых музеев мира и одной из главных, конечно же, стамбульских достопримечательностей. Дворец Топ Капы был возведен на месте более древнего дворца византийских правителей у самого побережья Мраморного моря. Что же стоит посмотреть в дворце Топ Капы? На самом деле это целый дворцовый комплекс с площадью 700 тысяч квадратных метров и состоит из четырех отдельных дворов. Протянулся он на 5 километров. Обслуживающий персонал дворца насчитывал около 5000 человек и на одной только кухне работало свыше тысячи человек. Архитектура дворца достаточно разнообразная. Здесь смешались различные стили и дворец. Неоднократно, кстати, разрушался вследствие пожара в землетрясении. Его заново отстраивали, внося отдельные коррективы. Здесь также находятся экспонаты, которые были гордостью турецких падишахов. И есть коллекция фарфора, драгоценных камней, а также украшений и так далее. Давайте теперь с вами пройдемся по территории этого дворца. К сожалению, музей, где находятся драгоценные камни, закрыт. Он на реставрации, не попали мы туда. И в прошлый раз я очень хочу, потому что там находится алмаз, бриллиант Кашикчи, который является одним из самых крупных бриллиантов в мире. Ну, значит, будет повод вернуться сюда еще раз. Поэтому давайте мы с вами пройдемся по территории. Я надеюсь, что когда вы будете в Стамбуле, вы тоже сюда приедете, потому что здесь очень красиво. Сейчас мы с вами пройдем на территорию Харема. Это частная территория султана и его семьи, где жил султан и его семья. Вот здесь показано, насколько это большая территория. Здесь был и тронный зал, и апартаменты королевы матери, султана. В общем, очень много частных комнат. Вот настолько была большая территория Харема. Здесь мы с Айханом тоже первый раз, потому что, когда мы были в прошлый раз, здесь Харем находился на реставрации. Вход в Харем тоже платный, отдельная плата 35 лир. Здесь на самом деле располагались покои тех, кто охранял дворец. Здесь они спали и отдыхали. Это еще не сам Гарем. Насколько я понимаю, наверх подняться тоже не получится, потому что наверху тоже были расположены частные покои. И где-то здесь должна была, должна быть лестница. Сам Гарем, друзья, располагался вот здесь. Конечно же, теперь понятно, что это Харем, потому что покои, даже вход покоя впечатляет. И как я вам уже говорила, Гарем – это частные покои султана. Здесь небольшая мечеть. Гарем – это частные покои султана для его семьи. Это не просто место, где находились только женщины, а частные покои султана. Красота, конечно, невероятная. Посмотрите на эту плитку. Она сделана, расписана была вручную и сохранилась с тех пор. Конечно, некоторые места отреставрированы, но все сохранилось с тех времен. Главный вход в Харем и покои Падишаха. На самом деле, Харем напоминает город, маленький город, который находился непосредственно в самом дворце. Как я вам говорила раньше, здесь есть четыре отдельные части. И вот здесь непосредственно находились покои Падишаха. Ну, как вы видите, до сих пор идут реставрационные работы. Да, Харем, конечно, мне очень понравился. Прям впечатляет и архитектура, и обилие вот этой вот красивой плитки, орнамент, как все выполнено. Вот это вот комната матери Падишаха Валиде Султан. Комната Валиде Султан. Вот так вот выглядел туалет в хамаме. И здесь непосредственно хамам. Вот так вот. а эта комната непосредственно падишаха очень обильный орнамент но на самом деле несмотря на все богатство этого орнамента он очень-очень гармоничен посмотрите как расписан потолок как выполнен орнамент окон очень красивые помещения это внутренний двор гарема и вы можете увидеть насколько это большая часть дворца сейчас его реставрируют многие комнаты конечно же закрыты и наверх мы не попали вряд ли когда-нибудь сможем попасть потому что открыто только нижние комнаты а вот это вот золотая дорога ведущая уже к выходу из из гарема а здесь находилась кухня кушать да кстати мы уже тоже проголодались здесь находилась кухня здесь располагается туалет а здесь столы полки и конечно же здесь был очаг где готовили еду и весь весь воздух выходил наверх здесь готовилась пища и все все пары выходили вот туда вот наверх что дорогие друзья вот так вот мы с вами немного прогулялись по дворцу топ копы конечно же мы вам не показали все и не покажем потому что сами приезжайте в стамбул и приходите ну а на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего ну и конечно же добро пожаловать в турцию